Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Всю жизнь пишите вы, я привыкла быть одиночкой. Ну, давайте, наверное, для начала разберемся, что такое привыкла быть одиночкой. То есть, привыкла быть одиночкой, это как? Вы привыкли быть одна, вы являетесь самодостаточной, вам никто не нужен. Что вы подразумеваете под, собственно говоря, тем, что вы привыкли быть одиночкой. Кроме того, это несколько странно, учитывая, что вы говорите, что у вас есть подруги. Ну, как бы, люди, у которых есть друзья, ну, вряд ли могут считаться одиночками. Вам не кажется так? С другой стороны, есть, конечно, понимание того, о чем вы говорите. И теперь я пожинаю плоды своей глупости, не зная, как строить отношения. Ну, смотрите, с одной стороны, здесь идет обесценивание, вы говорите, что я пожинаю плоды своей глупости. То есть, почему вы считаете, что это глупость? Откуда идет вот это обесценивание себя? Это с одной стороны. С другой стороны, вы пишете не знаю, как строить отношения. Что для вас значит отношения? Для чего вы хотите построить их? Зачем вы хотите их построить? Для чего вам это нужно? Вот. Что вы хотите для себя, допустим, через это получить? Потому что, сами по себе отношения строить совсем не так сложно. Вот, если не ставить целью, да? Именно отношения. А, с целью ставить, допустим, одного человека и потребность, необходимость сделать, ну, что-то, для человека. Для человека. Понимаете? Да? О чем идет речь? И именно поэтому вы и не знаете, как строить отношения, потому что на первое место вы ставите именно их, именно отношения, а не человека. Потому что если он на первое место ставит человека, то встает вопрос о том, что я могу этому человеку дать. И чтобы ответить себе на вопрос, что я могу человеку дать, необходимо понимать, что вообще у меня есть. Если вы не понимаете, что у вас есть, если вы сюда не принимаете, если вы не принимаете своих ценностей, своих ориентиров, свою женскую модель поведения, например, то это, конечно, представляет для вас определенную сложность и начинается пытаться подстраиваться под людей, что, конечно же, ни с чем хорошим для вас не оборачивается. И, скажу по секрету, обернуться не может, не может в принципе. У меня есть проблема, и я никак не решился на полную консультацию. Почему? Почему вы не решитесь на полную консультацию? Чего вы боитесь? По некоторым причинам у меня не доцел, а то есть много комплексов, с которыми я успешно борюсь. Но с комплексами не нужно бороться. Комплексы – это определенные противоречия, это определенные конфликты. Их нужно раскрывать и грамотно реализовывать, да? А не бороться, то бишь, подавлять. Еще есть старший двоюродный брат, любящий злоупотреблять алкоголем. И как это относится к тому, что у вас не было отношений? Как двоюродный брат, злоупотребляющий алкоголь, влияет на ваши взаимоотношения с мужчинами? Если ситуация более-менее ясна, потому что у вас соответствовала мужская модель поведения и, соответственно, женская модель поведения. Из-за отсутствия, из-за отсутствия, значит, папы, вы их вполне. Можете считать себя какой-то неполноценный, да? Что с вами, например, что-то не так и прочее, 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 прочее. То причем здесь брат, непонятно. А вы это, значит, сами никак не открываете. Так, у меня не было отношений как таковых. Опять же вопрос, зачем вам отношения? Все такое ощущение, что вы стыдитесь. Стыдитесь того, что вы не такая, как все, что вот у всех были отношения, а у вас нет. То есть совсем, ну понятно. Где-то в далеком подростковом возрасте, некто мне нравился, обратно нравился, и никаких встреч в пресс-времена. Мы общались пару месяцев. И чем-то закончилось, почему перестали. С тех пор, вплоть до окончания университета, у меня не было отношений. Один поцелуй, после пару коктейлей и все. Опять же, чем закончилось? После выпуска за мной вроде как пытался ухаживать один человек, но я сильно сопротивлялась и паниковала. Из-за чего сопротивлялись и из-за чего паниковали? Чего боитесь? Откуда паника? Есть ощущение, что это проблема личной границы. То есть где я, где ты и отграничивание себя от другого человека. И вот, спустя еще года два, появился еще один человек, который решил постариться ее. И я уже не хочу его отталкивать. Почему не хотите отталкиваться? Но я не знаю, как вести себя. Как вести себя, чтобы что? Вообще вести себя нужно естественно. Повторюсь, в соответствии с тем, что вы считаете для себя важным, в соответствии с тем, что вы считаете для себя ценным, в соответствии с тем, что вы хотите, в соответствии с вашими ценностями и так далее. Это очень важно. А сейчас, повторюсь, вы пытаетесь подстраиваться под других людей, что, конечно же, вызывает проблему, что вполне естественно, потому что вы ставите себя в состояние такой вот, как бы, неопределённое что-то. Дальше. Славик и Сноут. Я вроде как научился общаться с противоположным полом, насколько это возможно без паники, а из-за чего паника. Но не знаю, что делать теперь, что делать, чтобы что. Понимаю, скорее всего, я должна рассказать о своей ситуации этому человеку. А какой ситуации рассказать? Что именно вы рассказаете человеку? Что вы стыдитесь от того, что у вас не было отношений с мужчинами? Или вы рассказываете человеку, что вы не знаете, как быть женщиной? Что именно вы рассказываете? вот. Понимаете? То есть, не совсем здесь понятно, что вы имеете в виду. так, но мне страшно, чего вы боитесь? Боитесь потерять, потерять молодого человека? Боитесь его реакции, как вы написали ниже. А что для вас значила бы его реакция? Давайте вот так вопрос поставим. Я не знаю, говорит ли мне всю правду о том, что у меня действительно совсем не было отношений, или лучше выбрать другую формулировку. Но если вы спрашиваете, то как чувствуете, как вам более-более эмоционально откликаются, так и стоит говорить. Потому что очень сильно важна именно искренность в том, что вы говорите. В общем, мы пару раз посещали что-то вроде свиданий. Почему что-то вроде? В общем, я понимаю, что смущаю человека своим поведением, учитывая, что мне даже страшно попытаться его поцеловать. Ну, здесь опять же чувствуются проблемы личный границ, потому что что значит смущаю его своим поведением? Вы не можете человека смущать, человек сам смущается. Человек либо смущается сам, либо всё. Третьего не дано. А когда вы говорите, что я его смущаю, это типа что вы как-то на него влияете. В твою очередь говорить о том, что мужчина не уверен в себе, например. Или что-то ещё. То есть понимаете, это не его проблема. В том, что смущает не ваш, не вам. Поэтому не учитывать. Обязательно учитывать. Вот. Дальше. Страшно, значит, страшно попытаться его поцеловать. Почему? Я не знаю, как себя вести, не знаю, что говорить, но что делать самую. Для этого нужно жётко понимать и чувствовать, что вам важно, какая вы, какая вы женщина и так далее. Во всём этом, может помочь, в принципе, разобраться психолог. В общем, мне хотелось бы увидеть взгляд на эту ситуацию со стороны. Увидел. Но говорить об этом, друзья, мне всё-таки неловко. Из-за чего? Опять у меня есть ощущение, что вы стыдитесь. К слову, в основном, что естественно, все по руку меня, это именно по руке. Ну, потому что мужчины вы воспринимаете как инопланетян, не видите у них личности, не видите у них людей. Связано это, опять же, с вашими желаниями, скорее всего, комплексами и противоречиями. Ну, по бредностью что-либо доказать через взаимоотношения с мужчинами. То есть, такая вот сверхмотивация здесь имеет место быть. Падочков сегодня знают мою ситуацию о практически нулевом опыте общения с противоположным полом. Скажите, а что здесь такого страшного в том, что у вас нулевой опыт общения с противоположным полом? Я все равно не решаю спросить совета у кого-то из них. Но, с одной стороны, правильно делаете, что не бросите совета, потому что совет вам только навредит, нужно решать со мной еще делать. С другой стороны, вопрос, почему не решаете? То есть, опять же, стыд, страх, неверный в себе. Мне неловко облачать это слова здесь. Еще более неловко делать это с теми, кто примерно в курсе ситуации. Почему? Думаю, очевидно, что я боюсь реакции этого молодого человека. Из-за чего? Чего боитесь? Что делать? Что делать, чтобы что? Смотрите. Я думаю, что здесь вам нужен специалист мужчины. Во-первых. Для мужчин, так будет легче научиться общению с мужчиной. Это первое. Второе. Необходимо четко отделить, чего вы хотите для себя и чего вы хотите для мужчин. для мужчин. Не хотите делать человека счастливым и так далее. Это большая проблема. Поэтому вам так сложно. на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.